По последним данным, уже 170 человек стали жертвами пневмонии, которая вызвана новым типом коронавируса. В Китае число заболевших превысило 7700 человек, из которых 31 находится в тяжелом состоянии. Растет число заразившихся и в других странах. 14 больных пневмонии нового типа обнаружены в Таиланде, 11 в Японии, по 10 в Сингапуре и Гонконге. В Австралии 7, по 5 в США и во Франции. По 4 случая зафиксировано в Южной Корее, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах и ЮАР. Еще трое заразившихся в Канаде, двое во Вьетнаме и один в Непале. В странах СНГ ни одного случая заражения коронавирусом нового типа не зафиксировано. Во всех международных аэропортах и пунктах пропуска на границах Содружества работает санитарный контроль. С 1 января усилены меры предосторожности в отношении коронавирусных инфекций на всех КПП Кыргызстана и в международных аэропортах. Эпидемиологи с помощью тепловизоров проверяют каждый прилетевший рейс с пассажирами, а также чартерные рейсы, прибывшие из Китая. Тепловизионное наблюдение помогает бесконтактно измерить температуру пассажира, ведь высокая температура – один из симптомов новой инфекции. Если есть подозрения на температуру, мы начнем работать на основании оперативного плана, который у нас утвержден. То есть у нас изоляция больного, вызываем консультативную группу, пока до уточнения диагноза они находятся у нас в изоляторе или переводим в инфекционную больницу. Сеять панику не надо. У нас пока случаи даже подозрения на инфекции нет в Кыргызстане. У нас пока данное время спокойно. Но, конечно, исключить, что к нам она не попадет, мы не должны сказать. Все-таки это инфекционное заболевание, тем более опасное инфекционное заболевание. Гарантию никто не дает, но соблюдать меры предосторожности каждому надо. Для отслеживания ситуации с коронавирусом был образован оперативный штаб. Сотрудники штаба поддерживают постоянную связь с представителями Всемирной организации здравоохранения и обмениваются оперативной информацией. Новый тип коронавируса опасен тем, что способен опровоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Поэтому оперативное установление типа заболевания облегчит лечение и поможет быстрее поправиться, уверяют вирусологи. Учитывая то, что воздушно-капельный механизм передачи, больше обращать внимание, избегать от контакта с больными, у которых есть симптоматика, почаще мыть руки, использовать спиртсодержащие средства для обработки рук, также улучшать иммунную систему организма, избегать от употребления недоваренных мясных продуктов. На сегодняшний день в стране не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, а в целях предосторожности прибывших из Урумчи 28 января шестерых кыргызстанских студентов разместили в спецпалатах Сагатинской территориальной больницы. Они временно находились в Сагатинской больнице. На сегодняшний день они все отпущены по месту жительства, потому что у них признаков коронарной инфекции не было. А дальнейшие наблюдения в течение 14 дней, в течение инкубационного периода, будут продолжаться по месту жительства. В целях профилактики, возможно, из-за боязни заразиться малоизученным коронавирусом на улицах столицы появилось много тех, кто носит специальные медицинские маски. Ну вот, у меня греб из-за этого. Для вируса, коронавирус. Страшно для меня. И мои родители тоже позвонили, сказали, что я должна носить маску. Вот из-за этого я носу. Пока эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и имеется весь необходимый запас индивидуальных средств защиты и противовирусных препаратов, в связи с чем Минздрав призывает население не баниковать. Разработаем перечень необходимых жизненно важных лекарственных средств в случае возникновения коронавирусной инфекции. Но я бы хотела отметить, что на сегодняшний день нет специфического лечения коронавируса. И есть осложнения. Это в основном пневмония, респираторный дистресс и перечень лекарственных инфекций. Они есть в достаточном количестве. Мы отслеживаем каждый день во всех аптеках у оптовых поставщиков. Также требуется определенное количество антисептических дезинфицирующих средств. Они тоже в достаточном количестве. Однако нашлись и граждане, которые хотели, так сказать, хайпануть, а может и взбудоражить общественность, распространяя разные слухи в социальных сетях и мессенджерах. Я вижу, что в социальных сетях распространяют ложную информацию и туда прилагают определенные фотографии, где наши медицинские работники находятся в масках, в очках, на носилках перевозят этих больных. Это тоже является фейковой информацией. Я подтверждаю, что эти снимки являются абсолютной правдой. Но эти снимки все взяты с прошлого года, когда мы проводили по территории всей республики наши учения. Потому что по поводу проведения эпидемиологических, соответствующих профилактических мероприятий, мы ежегодно в соответствии с Министерством здравоохранения, с Министерством чрезвычайных ситуаций проводим эти учения. И снимки из этих учений прилагают к этим фейковым сообщениям, и после чего люди у нас начинают верить. Правоохранители установили личность того, кто пустил слух о якобы распространении коронавируса-2019 НКОВ на территории Кыргызстана. Им оказался 28-летний уроженец Нокатского района, работающий на одном из складов Московской области. С ним проведена разъяснительно-профилактическая беседа, где ему доведены нормы и положение статей Уголовного кодекса. Сотрудники МВД предупреждают, что заведомо ложное сообщение о совершении преступления и распространении провокационных материалов влечет за собой уголовную ответственность. Вспышка нового коронавируса возникла в городе Ухань в декабре прошлого года. Там на рынке морепродуктов продавали диких животных, которые, по данным ученых, стали источником заболевания. Для предотвращения дальнейшего распространения вируса власти провинции Хубей приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов. А накануне ВОЗ признала новый коронавирус в международной чрезвычайной ситуации. При этом организация не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей. Как говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, распространение коронавируса можно остановить, если страны мира примут меры по раннему распознаванию вируса, изолируют больных и отследят их контакты. Сейл Карбекова Нурдан Гарбеков итоги на пирамиде.